Привет-привет! Не знаю как ты, а вот я очень соскучилась. Время течет, стремительно бежит, одно остается неизменным. Это наши ежедневные новости Универ Ньюз. С тобой я, Гульфия Мутугульна. Сегодня в выпуске. Эти ребята заговорят по-корейски. Ученики лицея Лобачевского КФУ проявили интерес к языкам. Бытие в небытие. Всемирный день философа отметили в Казани. Не каждый знает истинное значение слова бюджет, но истинные экономисты точно найдут, что ответить. Так в пятницу 18 ноября Институт управления экономики и финансов с открытой лекцией посетил министр финансов Республики Татарстан. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 18 ноября прошла открытая лекция министра финансов Республики Татарстан для студентов Института управления экономики и финансов на тему «Бюджетный процесс, бюджетное устройство Республики Татарстан на современном этапе». Начало лекции началось с очень интересной новости, которая не могла не порадовать студентов. Институт управления экономики и финансов теперь будет тесно сотрудничать с Министерством финансов. Во время лекции активно поднимались вопросы бюджета Республики Татарстан, а также тема, которая является наиболее важной в стране – это финансовая грамотность. Впервые эту проблему в России стали обсуждать в 2006 году на встрече в Санкт-Петербурге министров финансов G8. После чего меры по формированию финансовой грамотности в стране нашли отражение в целом ряде документов президента и правительства Российской Федерации. Также совсем недавно в стенах КФУ прошла Всероссийская неделя сбережения, которая была направлена на повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Республике Татарстан. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Ученики лицея имени Лобачевского КФУ проявили огромный интерес к корейской культуре. Многие стараются выучить язык самостоятельно, а кто-то посещает специальный факультатив по субботам. Все это искренне удивило специалиста Корейского культурного центра, и он посетил лицей Лобачевского, чтобы увидеть все своими глазами. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Смотрим! Лицей имени Лобачевского КФУ открыл свои двери для очередного важного гостя. Представитель Ростовского отделения Корейского культурного центра Джон Чан Юн впервые посетил лицей, поближе познакомился с современными классами и изучил экспозицию музея. Особенно делегата впечатлила внеучебная деятельность учащихся. Речь идет не только о детских творческих достижениях, но и о неподдельном интересе лицеистов к корейскому языку. Джон Чан Юн не пожалел времени и убедился во всем лично. Я всегда очень трепетно отношусь к вопросам, которые касаются образования. Мне очень хочется популяризировать корейский язык и поддержать интерес к нему у всех учащихся. Я узнал, что в лицее Лобачевского КФУ замечен интерес к корейской культуре и языку. Именно поэтому я здесь. Я хочу вам помочь. Кстати, заниматься корейским языком лицеисты начали с недавнего времени самостоятельно, но пока что только в форме факультативов. Специалист искренне удивлен такой инициативе, хоть и отметил, что выучить чужой язык нелегко. Я сам изучаю русский язык. Скажу сразу, мне непросто. Но тем не менее интересно. Изучая язык другой страны, вы изучаете и ее культуру. И эти знания никогда не окажутся лишними. В рамках своего визита Джон Чан Юн примет участие в международном экзамене по корейскому языку, который пройдет в стенах Казанского федерального университета. Участие в среде знаний примут участники с Москвы, Тольятти, Уфы, Волгограда и многих других городов России. Экзамен по корейскому языку состоится 20 ноября. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универт Ньюс. В стенах Казанского федерального социалса первый международный юридический конвент студентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0. Взгляд в будущее». Что интересного узнали студенты в этот раз, смотри в сюжете Анны Глазуновой. На протяжении 10 лет юридический факультет проводил международную конференцию. Но в этом году они решили оттолкнуться от признанных канонов и создать новое веяние среди студенческих проектов. Это первый международный юридический конвент. Студенты лучших университетов, академии, институтов России и зарубежных стран собрались в столице Татарстана, чтобы продемонстрировать свои силы в различных направлениях юриспруденции. Здесь нужно задаться вопросом, что такая студенческая наука. Нужна ли она или существует она? Я думаю, что она нужна и она существует. Именно на таких мероприятиях студенты могут, во-первых, узнать друг друга, во-вторых, могут развиться и получить знания в своей области, перед которой стоят определенные проблемы. И тогда они получают собственное развитие, знакомят со своим интеллектуальным трудом других участников и могут получить бесценный опыт участия в мероприятиях, развить свое ораторское искусство. В первый день участники побывали на круглых столах по актуальным проблемам предпринимательского, международного и финансового права. А затем посетили мастер-классы, где гостями и спикерами стали практикующие юристы, работники органов прокуратуры, судейского сообщества Республики Татарстан и Российской Федерации и многие другие. Во время второго дня конвента участники презентовали свои доклады, по результатам которых лучшие из лучших будут награждены ценными подарками. Заключительным этапом станет участие в развлекательно-культурных мероприятиях, где участники посоревнуются в интеллектуальной игре «Что, где, когда и пройдут юридический квест». На закрытии в неформальной обстановке студенты смогут обсудить итоги конференции и поделиться опытом, который они смогли получить в стенах Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, я предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». В аэропорту Казани прошел митинг в память о погибших в крушении Боин 737. Напомним, самолёт, следовавший из московского аэропорта Домодеда 18 ноября 2013 года, разбился при заходе на посадку в Казани. Погибли все находившиеся на борту – 6 членов экипажа и 44 пассажира. В том числе сын президента Татарстана Ирик Миниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов. Для WorldSkills 2019 в Казани объявили конкурс на разработку «Талисмана». «Талисман» должен способствовать продвижению рабочих профессий, а также отражать национальные и культурные особенности России и Татарстана. Победитель получит 100 тысяч рублей. В меню фастфуд-сетей города появилась кофе «Руссиана». Сеть заведений быстрого питания решила взять на вооружение идею премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева о переименовании неполиткорректного кофе «Американам». В Татарстане спасли провалившегося в реку лося. Животное упало в реку Ик и не могло выбраться самостоятельно. Совместными усилиями лосю помогли выбраться на берег и вернуться в лес. Всероссийский фотоконкурс «Современная супер-бабушка» открыл прием заявок. Авторские снимок участникам творческого состязания необходимо загрузить на интернет-портал семейный альбом вместе с комментариями героини. Поцелуй на Тайм-сквер и селфи звезд на Оскаре попали в список самых влиятельных фото в истории. Журнал «Тайм» назвал топ-100 самых главных фотографий с 1826 года по 2015 год. Казанскому федеральному университету исполнилось 212 лет. С 16 по 19 ноября на площадках университета пройдут культурные мероприятия. Прямую трансляцию с большого праздничного концерта будет вести канал «Универтовые». 19 и 20 ноября на базе КФУ пройдут публичные лекции президента научного фонда имени Щедровицкого. Эксклюзивное интервью с ним смотрите в наших следующих выпусках. С 17 по 19 ноября в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций проходит ставшая уже традиционной международная научно-практическая конференция «Четвертое садыковские чтения». На одной из конференций побывал наш корреспондент Елизавета Евтифеева. Смотрим. 18 ноября в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций прошла ежегодная международная научно-практическая конференция по философии «Четвертое садыковские чтения». Конференция носит имя заслуженного профессора Казанского федерального университета, доктора философских наук Марата Борисовича Садыкова. Он стоял у истоков философского образования в Казанском университете, был основателем отделения философии, на базе которого сформировался философский факультет КФУ. Четвертое садыковские чтения – значимое событие для Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Серия конференции обозначает этап восстановления Казанской школы социальной философии, основание которой неразрывно связано с педагогической и научной деятельностью Марата Садыкова. На этот раз участники обсуждают широкий круг вопросов, интерпретации самых разных явлений и процессов современной общественной жизни, исторической реальности и сложности познания этих феноменов. «Человек, общество, история, познание – конфликт интерпретаций». То есть мы хотели обратить внимание на то, как по-разному трактуются вот эти вещи в современной гуманитаристике. И еще есть один узел интересный. Конференция проводится фактически уже в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Четвертое садыковские чтения посетили гости из Нижнего Новгорода, также из Самары. Я от самарских коллег слышала неоднократно о том, что есть такое интересное мероприятие, ставшее ежегодным. Ну и поскольку по ощущению в последнее время немножко так сужается пространство для интеллектуального общения в России, любые площадки, где есть интеллектуальная жизнь, где есть возможность встречаться, в широком кругу обсуждать те или иные вопросы, свободно, прямо, вот это всегда кажется очень важным, хочется принять участие. Елизавета Ивтифеева, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Философия. Сфера не для слабонервных. Разобраться во всех направлениях философии и идеях великих мыслителей, а потом объяснить все окружающим, по силам далеко не многим. Доступно говорить о философии учились на фестивале «Казань философская» в штабе. Смотрим. Идея учреждения Всемирного дня философия в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований и приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей. Но размышлять о вечном и актуальном – непростое занятие, считают студенты философского факультета Казанского федерального университета. Философия, которую преподают в УЗИ, она довольно сложна. Иногда кажется, там очень много информации, каких-то абстрактных фактов. Здесь мы постарались попросить лекторов, чтобы они были более конкретны, что, конечно, непривычно для философов, но это сподвигнет наших слушателей к тому, чтобы они дальше сами занялись философией. Помочь студентам разобраться в вопросах бытия и небытия и заинтересовать философию других вызвались умы со всех концов страны. Так ежегодно фестиваль «Казань» философскую, проводимый федеральным университетом, расширил свою географию. О том, что же такое философия и как говорить о ней проще, рассуждали доктора наук из Нижнего Новгорода. Философия, как и любая дисциплина, она, может быть, перебарщивает использованием специальных слов, терминов. Но ведь то, о чем можно сказать просто, надо говорить просто. Философия – это отыскание наиболее емкого слова для выражения наиболее дорогой, наиболее ценной для тебя мысли. Кроме гостей из Новосибирска, Москвы, Самары, фестиваль, казалось, собрал весь свет философов-мыслителей Казани. Здесь слушали лекции, задавали вопросы о вечности, спорили и даже боролись в Олимпиаде за звание знатока философии. Авторы самых интересных вопросов были награждены памятными подарками. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. На сегодня у меня все. И помни, нет смысла в поиске места, где тебе будет хорошо. Есть смысл создавать это хорошо в любом месте. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!